Итак, всех приветствую. Сейчас мы отправляемся в однодневный тур на Сакрикент. У нас сегодня сентябрь, снега, к сожалению, там нет. Но мы поедем просто на разведку, так как мы живем в Турции. И, скорее всего, если нам одобрит ВНЖ в четвертый раз, то мы поедем обязательно кататься на горнолыжный курорт Сакрикент. Поэтому сейчас просто поедем на разведку. Одним днем я собрал такой небольшой рюкзачок, небольшой перекус. Посидим, посмотрим, что там происходит. Обязательно вам все покажу. Итак, вот мы собрались. Делал я с собой горнолыжный рюкзак. Третенького нет. Особо мне не нужен. Вот, и отправляемся уже. Вот мы выехали в воскресенье. Дорога абсолютно свободная. Вообще никого нет. Буквально 2-3 машины спокойно, лайтово. Но, наверное, зимой здесь трафика чуть больше будет. Возможно. Но и то не факт. Потому что это горнолыжный курорт. У курорта он довольно-таки маленький. И ажиотаж, я так предполагаю, в зимний период времени там практически нет. Ну и как я и говорю ранее, если мы нам подряд, на четвертый ВНЖ подряд, то мы обязательно приедем на горнолыжный курорт. И обязательно покатаемся. Вот, поэтому хотя бы для сравнения поехать сейчас, посмотри, что здесь и как здесь все устроено именно летом. Ну и походим немножко. Походим посмотрим сейчас. Да, перепад высоты, я думаю, тут ориентироваться порядка 1800 метров на уровне моря на горнолыжный курорт. Потому что мы очень много сейчас поднимаемся. И еще будем подниматься порядка 30 минут. То есть перепад высоты где-то 1800 метров на уровне моря. Вот до той точки, до которой мы сейчас едем. Как вы видите, этот свежий воздух тут, конечно. Как по зимолю. Так, в общем, мы приехали на горнолыжный курорт Саприкент. Давайте покажу. Там у нас канатная дорога идет. Поднимается на самый пик. Там как полусфера, если вы это видите на камере. Это, судя по всему, мечеть там находится. То есть визуально можно представить, да, что вот здесь вот это будут заснеженные горы. Зимой. Получается, там может получиться сумасшедший фрирайд. В целом уже отсюда можно прочерчить себе несколько линий. Я предполагаю, что там даже трассы где-то будут черные. Черные, да, может быть даже красные. И хранительные получится фрирайд. То есть поля, ну как бы леса нет. На ту сторону навряд ли уходят канатные дороги. Я думаю, нет. Потом я посмотрю по карте, уж точно вам предоставлю. Вот, на машине приехали. Здесь такой небольшой городок. Судя по всему, там ресторан находится. Там, я знаю, госпиталь, больница уже есть. В плане аренды здесь жилья, не знаю, не смотрел, потому что мы одиннём приехали. На машине ещё дальше можно проехать. Возможно, мы поедем посмотрим. Где-нибудь походим там. Ну, короче, фрирайд, и тут будет охранительное, если что. Можно пофрирайдить. Вон ещё мечеть. Да, а вот-вот, покажи, вон там небольшой домик, кстати, есть. Вон как шалешки идут. Ну, либо они чьи-то, либо в аренду сдаются, конечно. В зимний период. Людей нет никого вообще здесь. Сейчас мини-маркет маленький стоит. Так, одним днём, может быть, два-три. Если остановились в Алане, то, как бы, я думаю, что можно сюда приезжать и кататься. Ты сказал, что мы идём в супермаркет. Я сказал, что мы в мини-маркет идём. Ты в машине сказал супермаркет. Там маркет было написано. Ты сказал супермаркет. Вот же маркет. Просто very, very super. Я очень маркет. Я очень маркет. Мне сладенького хочется безумночка. Ай, на раба. Нараба. Снимать тебе? Ну, я не знаю. Да. У меня есть такое. Сладенького тут есть. Локационный магазинчик. Мне бы сладенького. Сладенького, сладенького. Вот есть. Я говорю, ты же моя, что бы я делал без тебя. С наличными ходят. Сейчас бы я тут стоял деньги. Вот так, смотрите. Получается, у нас две канатные дороги. Вот. Где? Вот одна канатная дорога на пик ведёт. Там у нас, получается, с пикой идут только чёрные и красные трассы. Насколько я знаю по карте до этого смотрю. И вот вторая канатная дорога идёт. Вон туда. Она за перегиб, судя по всему, уходит. Вот. Там синие и зелёные трассы. Ну, а это моя бабочка что-то рассказывает. В общем, мы сейчас приняли решение, что будем штурмовать этот город. И пойдём, наверное, мы с левой стороны. В лоб. Не пойдём, слишком много сил потратим. Обойдём мы с левой. Хотя, можно справа, наверное, быть. Так что, я же. С левой дольше получится. А справа в ней тропки можно пройти. У Марии была идея взять с собой два стульчика наших бежевых поднять на пик. И как вы думаете, кто должен был тащить эти два стульчика? Конечно, я. Я не знаю. Напишите в комментарии, потащили бы вы два стула на этот пик. И стоит ли разводиться, если он отказался тащить? И стоит ли разводиться, если я отказался? Надо. Надо. Я говорю, очень сильно сладкого захотелось. Да-да. Вот. В маркет нашли. Халву взяли. Смотрите, что обнаружил. Это у нас траволатор. Для начинающих. То есть, если вы там первые разы приезжаете, то для вас найдется траволатор. Или там как раз уклон горы, я надеюсь, там зеленый трасс. Ну, учебный склон. Поэтому можете приезжать. И кататься тоже. Начинающим тут подойдет. Найдете место. Это мы сейчас идем в ту сторону, где расположена зеленая и синяя краса. То есть, я вам показывал, там, когда поворот идет. Лево от нас аккуратно. Позже где-то. За поворотом слезы, где-то уже краски. Здесь тоже такой вид довольно-таки интересный. Здесь, где мы выявили, все будет заснеживать. Да, самые лютые. Кошки, пешочки. Куда в лоб. Зигзагов. Если сможете, конечно. И спика. А не спик. В поле мы ели спирим. В вертолете ездят. Там просто. Кажем. Ну, там. Прям покатать ездя. Опытным ребяткам. Да. Шикарно. А здесь, посмотри, грунт вообще болотного цвета с правой стороны. Вот и как. А, ну вот, смотри. Чтобы на такую руку подняться, нам надо было вправо идти. Мы хотим посмотреть канатки, да, пойдем туда? И так, мы сейчас находимся в усилии между двух канатных дорог. Вот это у нас плато. Вот это. Это плато. Там у нас пик. Тут и тут черная, красная. И вот это вот канатная дорога. Как у нас следует сказать. Здесь. Тут. Зеленые и синие трассы. До этого я говорил, что... У меня были предположения, что это... Как бы не то, что пацанка. То есть, после этой канатной дороги еще трассы идут туда, вниз. То есть, вон туда. Вдох, ребят. Но, по факту, оказалось, там их нет. То есть, получается, довольно-таки маленький участок для... Для синих и зеленых трасс. Плато. Вот так вынимаетесь. И вот уже, как бы, ну, отсюда скатывается. Довольно-таки маленький участок. А для черных и красных, ну, как бы, в целом, да, можно покататься. Не большой курорт. Но покататься, тем не менее, нужно. Нужно. Так, давайте о погоде сейчас поговорим. Мы летим на сегодня восьмой... Да, я видео записываю. У нас восьмой сентября сегодня. Вот я вот вышел в футбол, кидал в шортах. Как бы, и в кроссовках. Слегка прохладно. Да. Маша молодец. Она взяла ветровку с собой. То есть, в данный момент я бы хотел иметь тоже либо ветровку, либо флиску. Если, ну, либо, ну, с капюшоном желательно. Потому что, на самом деле, по ушам сейчас дуют очень сильно. Вот, в целом, можно оставаться в шортах. Ну, и какие-нибудь трекинговые, там, ботинки, либо кроссовки. Я вот за у себя не даст. Здесь, в Турции, то есть, в Алании, есть магазины Decathlon и SPX. То есть, можно загуглить, сходить там, приобрести себе нужную вещь. Вот. Как бы, возле моря сейчас плюс 38. А здесь, не знаю, какая температура. Ну, довольно-таки прохладно, короче. Поэтому, если вдруг соберетесь в сентябре, там, ехать, то обязательно берите какие-нибудь теплые вещи с собой. Потому что погода быстро меняется в горах. Я, как бы, это знал. И я смотрел на куртку, но не взял. Что, кроссовки? Да, кроссовки трекинговые. Поплотнее, что-нибудь. Да, потому что наше в летних сегодня пошло. Прогулочку. И, как бы, ей некомфортно. Вот, про эти, кстати, стулья говорю, что... Маша хотела, чтобы я гору внес. Представляете? Два стула в гору. И стол. И стол еще, она хотела. Да. Вчера специально заехали в Докатлон. Купили такой вот столик. Специально брали небольшой стол, чтобы много места не снимал. Так, чисто учитывая, что мы жарить, парить, в ближайшее время ничего не собираемся. А только там небольшие перекусы будем устраивать. Поэтому нам этого столько вполне достаточно. И столички тоже Докатлон не брали. Ну, Докатлон. Наверное, все знают, что в магазине Докатлон. В подобии спортмастера. Или спортмастер в подобии Докатлона. Знатоки, ну-ка, скажите мне, что и чье подобие. Докатлон спортмастер и спортмастер Докатлон. Давай я буду снимать тогда. Распаковка. Распаковка. Вот у нас имеется две тарелки. Двое кружки. Взяла решка с собой. Так, что-то у нас протекло. Давай. Давай посмотри. Даже интересно, что? Учитывая, что. А, скорее всего, помидорки были мысли. Вот у нас? Да, помидорки. Мини-обед такой. На самом деле, он очень сытный. Мы просто обожаем кушать помидоров, сыром. И вот с такими звуками. Да, мы их в миграции берем. Да, довольно-таки сытный и вкусный. Сытный сыр такой тоже берем. Ну, приятные аптиты нам. Да, а вот, кстати, мы еще ложки вилки вчера тоже купили специально. Ну, то есть мы как бы потихонечку, так как мы теперь будем ходить, решили больше времени уделять походам именно горам. Не горным лыжам, а вот просто они там рассматриваются, поэтому решили немножко, так сказать, улучшить свой инвентарь, насколько это возможно. Но пока не до ПРО-версии, естественно. Так просто, в общем, удобно было. Удобно было передвигаться. Приятного нам аппетита. Спасибо. Это наш первый осознанный поход. Угу. Обалдеть, там грозди такие. Открывай. Ага, пока нас не приняли, блядь. Казачки на хвостике. Вот, собирают урожай. Чтобы быть, чай вкусный делать. Так лучше, что ли? В общем, мы уехали с горнолыжного курорта. Вот. И сейчас едем в какой-то лес. Понятия не имею. Была какая-то дорога. Я решила рискнуть. Да. Машина не готова к этому. Да, на самом деле, что касается машины, мы вообще бронировали другой автомобиль. Так как мы из Алании переехали в Анталию, мы забронировали Сандеро Стопвей. Она чуть выше. В итоге ее не было. Нам дали Крио. Ну, вот завтра я пойду, нам поменяют на другой автомобиль. Потому что мы чуть повыше хотим, чтобы машину могли в такие места заезжать. Вот. Что-то сейчас я пойду, ножками схожу, посмотрю. Машинка, ты уже в лесу? Да. Как я хотела. Да, мы даже дно зацепили сегодня. Ну, как бы нормально обаялось все. ЧП. Классная гадьба. Ну. Как красиво. И что там слева? Слева мы будем отдаляться от дома. И непонятно куда. То есть, там какая-то дорога проселочная. Потом она может закончиться. Может быть, в какое-то красивое место будем. Если мы поедем направо, то мы поедем в сторону дома. Будем держаться дома. Но там еще есть одна дорога какая-то интересная. Поэтому я предлагаю держаться все равно маршруту ближе в сторону дома, чтобы далеко не отъезжать. Вот. И сейчас куда-нибудь заедем. Там какой-то витачок вроде как вниз. По навигатору можно. Что, классно тебе в своих кроссовках прыгать? Я таким похвастаться не могу. Пилы работают. Я думаю, мишка, мишка разговаривает. Ого, нифига ты. Не, мишек нам сюда не надо. Слушай, ну здесь лес такой, как будто бы реально где-то мишки ходят рядом. Ты, как обычно, все оставил в машине, да? А что там? Ну, хотя бы нож там, перевал. Вот он. А, с тобой? Супер. Да, красиво идти тут. Вот нам дошли. В гуще леса находимся. Такой слажбинка. Да. Итак, мы возвращаемся домой. Все, вот закончился наш тур выходного дня. Заняло по времени он порядка 7-8 часов. Вот, поэтому если вы живете в Анталии, то, ну, рекомендую. Увать время, будь желанием, можешь съездить, посетить данный горнолыжный комплекс. Вот, если едете сентябрь, сентябрь, то обязательно берите теплые вещи. Ветровку, там, флиску, штаны можете взять. Вот, в целом. Потому что я поехал в футболке, было довольно-таки прохладно. Вот, в целом, всем желаю хорошего настроения. Больше гор. Больше путешествий. В общем, кайфуйте. Давайте, на связи. Всем удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.